Друзья, приветствую! Дмитрий из Ялты прислал посылку с образцами масла Motul 300V Chrono 1040, которую используют в мотоцикле Kawasaki. Вот описание масла, мотоцикл, модель, условия эксплуатации, топливо. Это не первая посылка уже от Дмитрия, проверял масло из автомобиля. Вот свежая отработка. Ну что, приступим. Первым делом, естественно, обновлю спектр на заранее подготовленной болванке. Закладываю пару капель, чтобы прибор получил спектрограмму, ну и сохранил ее. Далее подкорректирую значения, ну и можно будет проверить отработку. Так, вот идет процесс получения. Посмотрите, какая спектрограмма. Да, видно, что эстеров здесь просто дофига и больше. Сейчас я увеличу этот фрагмент. 0,65 наверное даже где-то. Это ровно в два раза больше, чем Mobil 1 FS, ESP. То есть я оцениваю это где-то в 12 процентов уровень эстеров. Так, далее выбираю это масло, чтобы подкорректировать значения. Здесь, честно говоря, когда я создал, у меня были проблемы с отработкой, с проверкой. Я сейчас покажу, в чем они заключались. Так, и вот что прибор намерил. Посмотрите, относительно 0,30 противоизносных. Ну, в принципе, такой же уровень относительно кастрола, который используют для болванки. 105 процентов. Гликоль, сажу. И обратите внимание на кислотное и щелочное. Из-за эстеров, из-за такого большого количества прибор путается. Он путает их с карбоновыми кислотами. И посмотрите, щелочное минус 11,5. А производитель заявляет 8,5. Я выставляю по данным производителя. Вот, и кислотное 5,67. Тоже оно завышено. Ну, я так уже, скажем так, на опыте поставил 3. Я сократил вот эту дельту с 17 с лишним до 5. В три раза я дельту сократил разницу между кислотным и щелочным. И первые там пару раз я перепроверял, а у меня данные были очень неправильные. То есть, ну, щелочное и кислотное вообще не менялось, по сути. Кислотное росло, а щелочное так и оставалось. Поэтому я, ну, вот многие, может быть, заметят, я подкорректировал все равномерно данные сжал на этот коэффициент. То есть, там 3,3, по-моему, у меня получилось. Я и нитрование, окисление и сульфатирование все сжал в три раза вот так, чтобы, ну, сама спектрограмма была корректна. Да, обратите внимание, вот здесь я удивился, когда я капал вот отработку, она очень прозрачная, вот на кювете вообще как будто масло проехало тысячи километров. Так, ну, видите, описание автомобиля. Это Kawasaki Z919 года. Ну, и посмотрите, значит, противоизносных присадок 79 процентов, гликоля нету, нитрование, окисление, все как бы в порядке. Выросло, ну, примерно на 10 процентов кислотное 3,29 и также примерно там в районе там плюс-минус 8 процентов упало щелочное. То есть, масло просто еще жирное, ну, по крайней мере, по данным, которые получил прибор, очень большой запас еще. Вот, не знаю, ну, настораживает момент, что прибор спотыкался. Я вот, по крайней мере, по такой схеме попробовал. В общем-то, тут, значит, результаты уже более меняемые. Ну, и посмотрите, сильное разжижение, это минимум 50 процентов, а даже, может быть, да, побольше, наверное, где-то к 60, наверное. Да, это характерно для мотоциклов. Я думаю, что это из-за высоких оборотов больше топлива попадает в масло. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался, ну, и колокольчик, кому интересно получать уведомления о новых видео. Ну, и давайте покажу вам фантастический прогноз, что было, что стало. 33 тысячи километров. Фантастика. Ну, здесь какие мои размышления? Непонятно, какая средняя скорость. Я полагаю, что мотоцикл, она высокая, достаточно выше, чем у автомобиля, как правило. Ну, там пробки можно вычесть, там, я не знаю, по трассе тоже обычно, наверное, повыше скорость. Ну, и объем меньше литра, а объем заливаемого масла 4. Тоже это должно повлиять. Ну, и идеально работает, конечно, мотор, вообще по нему не видно никаких проблем там. Он свежий, он только прикатался. Вот, поэтому я думаю, что, ну, где-то это очень похоже. Не знаю, какая вот, ну, даже если посчитать там примерно по средней скорости, то это, там, я не знаю, 50, допустим. То это, блин, 600 часов прогноз. Ну, вот, не знаю, пишите, что думаете, честно говоря, я затрудняюсь. Но, учитывая такое разжижение, я бы, ну, как и Дмитрий, Дмитрий меняет на 7 тысячах, я бы не стал катать больше семи, потому что разжижение, видели, сами нарастает, и там уже могут быть другие проблемы. Обороты высокие, но им нужна крепкая пленка. А когда масло разжижено, несущая способность пленки, даже учитывая, что там 12 процентов эстеров, она снижается. Вот, ну, и если есть возможность, Дмитрий, наверное, стоит периодически, там, я не знаю, прохватывать где-то по какой-то тавриде, туда-сюда, чтобы разогреть хорошенько масло и максимально выпарить из картера топливо. Я думаю, что это тоже позитивно скажется на ресурсе масла. Ну, вот такой получился тест. Пишите, что думаете. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы и за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!